добрый вечер всем добрый вечер ребята за то что спасибо за то что вы подключились к нам в пятничный вечер для того чтобы послушать очень интересную я бы не сказал этой лекции я бы назвал это скорее беседой и я могу сказать что беседа она будет очень необычная сегодня по двум причинам первая причина самая главная или не самое главное первое до заключается в том что наша сегодняшняя встреча наша сегодняшняя беседа она во многом обязана президенту международной федерации университетского спорта и одновременно министру спорта российской федерации матрицыну олегу васильевичу я с ним буквально недавно общался и он просил передать вам огромный привет всем тем кто подключился всем тем кто принимает участие в нашем сегодняшнем мероприятии объясню с чем это связано это связано с тем что в этом году запущен официально запущена международный проект который называется здоровый кампус можно слайд пожалуйста здоровый кампус это можно сказать детище нашего министра олега васильевича матрицына и президента его же президента федерации университетского спорта и университет наш российский университет дружбы народов был единственным россии университетом и одним из семи вузов по всему миру который разрабатывал критерии для вот этого проекта критерии оценки кампуса с точки зрения продвижения здорового образа жизни идеи здорового образа жизни но в двух словах этот проект рассматривает или оценивает все кампусы университетские во всем мире с точки зрения семи областей это физическая активность и спорт здоровый образ жизни питание психическое социальное физиологическое здоровье ну и так далее вы можете на слайде прочитать я его вывел для того чтобы вы могли немножко ознакомиться о чем о чем речь и собственно наше сегодняшнее мероприятие она с одной стороны она плановая с одной стороны она традиционная коллеги мои коллеги из медицинского института регулярно каждый год проводят и по нескольку раз в год проводят подобные мероприятия но сегодня еще раз повторюсь это мероприятие обязаны как раз тому что российский университет дружбы народов является одним из участников проекта здоровый кампус и мы реализуем вот в рамках этой программы в рамках этого проекта целую серию мероприятий спортивных мероприятий вебинаров лекций инфраструктурных проектов в том числе я думаю вы сможете их ощутить в том числе и на себе и на фоке какие там проводятся ремонты открываются площадки строятся новые сооружения и так далее все это благодаря вот тому самому проекту здоровый кампус это одна из причин и одна из двух причин она не самая она первая но наверное не самое главное а самая главная причина это тот гость нашей будем говорить импровизированной студии гость нашего мероприятия гость нашего вебинара это профессор профессор факультета непрерывного медицинского образования мединститута рудм доктор медицинских наук врач психиатр нарколог психотерапевт и член российского общества психиатров инна александровна зарожевская это не просто уникальный специалист который владеет проблематикой с нашего сегодняшнего нашей сегодняшней темы это просто очень приятное в общении красивая женщина я думаю вы с ней проведете очень интересно время потому что то о чем она будет говорить это действительно очень важные вещи потому что понимание того что мы что у нас есть вредные привычки осознание этого это уже первый шаг к тому чтобы исправить свою жизнь тому чтобы сделать свою жизнь более здоровой более насыщенной здоровыми привычками здоровым образом жизни и кстати по мнению одного из психологов до марианы вальверде есть такая основное отличие вредной привычки от аддикции заключается в способности силы воли человека контролировать свои действия в процессе осуществления этой привычки а для того чтобы контролировать эту привычку нужно осознать что а а это привычка плохая и бы то что она у нас есть поэтому и на александровна вам слово я надеюсь вы сможете донести до ребят что такое вредная привычка как с ней работать и какие к сожалению бывают последствия от от этих увлечений до неблагоприятные последствия и как собственно этого избежать как сделать первый шаг для того чтобы сначала осознать что эти привычки вредные у тебя есть потом научиться их контролировать но и в идеале уже избавиться от них по возможности спасибо еще раз большое вам за приглашение вам слово спасибо большое сергей викторович за добрые слова добрый вечер всем и мы начинаем тогда я сейчас переключу режим трансляции презентации чтобы всем было доступно все слайды которые я хотела бы вам продемонстрировать надеюсь что все видно если вдруг какие-то сбои прошу тех поддержку информировать и мы начинаем сегодня наша тематика это тема которая была заявлена как дыши свободно очень такой образ аллегорический в связи с чем хотелось бы посмотреть на то какие ассоциации вызывают слова свободное дыхание скорее всего в первую очередь приходят картинки которые говорят о какой-то открытости свободе наверное в основном самые первые образы это всегда человек который распахнул руки которые находятся в каком-то таком свободном состоянии выдыхает свежий свежий воздух это конечно какие-то ассоциации со здоровьем со спокойственным дыханием со спокойствием то есть если мы словами выразим эти ассоциации то это будет открытость легкость энергия здоровье хорошая физическая форма сила хорошее эмоциональное состояние радость спокойствие счастье комфорт и конечно же это свобода выбора свобода проявления себя это воля как чисто русское слово которое говорит о вольном человеке до когда воля это не только сила воли но именно воля как нечто свободное если мы возьмем противоположные ассоциации к ряду свободное дыхание то это будут такие слова как затрудненность стесненное дыхание нам приходят сразу на ум картинки которые говорят о закрытости у какой-то тяжести о какой-то о каком-то отсутствии жизненной энергии плохой физической форме о ком-то дискомфорте о печали депрессии тревоги напряжение страхи бессилии возможно даже несчастье нежелание жить и конечно же об отсутствии выбора в первую очередь слова дыши свободно воспринимаются конечно как что-то связанное с дыханием с нашей системой дыхательность легкими но я хотела бы привлечь ваше внимание что это не единственный образ который может приходить в связи со словами дыши свободно на ум дело в том что не менее тяжелые состояния которые характеризуются всеми только что перечисленными словами виде негативных каких-то ассоциаций от отсутствия свободы свободного дыхания свободной жизни это образ зависимости или образ аддикции дело в том что именно аддикция самое подходящее слово если взять его значение в переводе с латинского отдать приказ да или в переводе с английского пагубная привычка страсть ведь в римском праве одним из наиболее часто используемых значений этого слова было присужденное наказание или у древних римлян была известна аддикция залога кредитору то есть должника который должен был стать рабом кредитора и этот образ как никогда более четко определяет то что происходит с человеком который а попадает в зависимость если мы скажем по поводу того как нам определиться с термином вообще зависимость аддикция то и наиболее распространенным образом является наиболее распространенным определением быстро который приходит на ум это способ ухода от реальности то есть бегство от реальности но я хотела бы сказать что многолетняя работа в сфере наркологии работа с зависимыми привела нас к выводу что в общем то это не столько способ уйти от реальности сколько искусственный способ создать свою реальность которая позволит испытать необходимые на данный момент человеку эмоции чувства без значительных собственных усилий что такое искусственный способ изменения психического состояния при помощи внешнего воздействия или так называемый аддиктивный агент это либо вещества которые изменяют психическое состояние причем я хочу обратить внимание что они могут быть как химического происхождения так и растительного и хоть часто растительное биологическое ассоциируется с безопасностью от этого они не становятся менее безопасными может быть наоборот более потому что само их биологическое происхождение как бы успокаивает человека и говорит мысленно человек себе ну вроде бы это что-то не очень опасное но это не так и это могут быть какие-то действия занятия виды активности а если мы возьмем вещества то скорее всего все вспомнят алкоголь никотин наркотические вещества токсические вещества но это могут быть и лекарственные вещества сейчас очень часто встречается зависимость от медицинских препаратов которые принимаются соответственно не по назначению врача совсем не в тех дозировках которые назначают доктора и соответственно являются вот такими искусственно изменяющими психическое состояние человека веществами да если мы говорим о видах активности то чаще всего это азартные игры это какие-то гаджеты телефоны ноутбуки это покупки шопоголизм всем известный это переедание голодание то есть пищевые зависимости это работа это может быть и какие-то еще виды деятельности на чтобы я хотела обратить особое внимание в понимании самой аддикции это очень важно для того чтобы понять как это происходит почему человек казалось бы парадоксально начинает предпринимать какие-то действия которые в итоге приводят к ухудшению его качество жизни чаще всего это невозможность в данный момент получить какие-то определенные эмоции ощущения определенного качества у каждого это что-то свое кому-то хотелось бы стать спокойнее кто-то наоборот хочет стать активнее кто-то хочет сильных эмоций другой человек в этот же момент хочет тишины и покоя поэтому мы и говорим что зависимость появляется тогда когда человек хочет испытать необходимые в данный момент эмоции и чувства без каких-то собственных интеллектуальных эмоционально волевых усилий без рефлексии то есть без осознания без саморегуляции то есть не прилагая своих усилий а именно с помощью искусственного какого-то на действие также мы хотим подчеркнуть в этом определении что зависимость в ней главное вот такой вот момент который является базисом таким триггером пусковым механизмом запускающим процесс формирования зависимости любой химической нехимической это какая-то неудовлетворенная потребность именно она рождает человека смутное ощущение нехватки вот чего-то недостаточно чего-то не хватает но это именно в сфере эмоций причем чаще всего человек это не осознает это некое такое смутное ощущение знаете это похоже на то как когда вы что-то съели а вам хочется чего-то еще и вы не понимаете точно что это может быть что-то солененькое может что-то сладенькое может что-то вкусненькое но вы ощущаете что не было чего-то чего-то не хватает что-то не так именно поэтому мы говорим что на аддикция это собственно говоря такое вот рабство 21 века люди которые все больше живут в очень высоком интенсивном ритме все больше формируется такое так называемое клиповое мышление люди живут в спешке люди живут в постоянном напряжении и времени остановиться осознать что происходит времени посвятить себе становится все меньше способность к анализу каких-то своих ощущений чувств перестала занимать достаточно количество времени чтобы человек мог осознать что с ним происходит и люди начинают использовать какие-то гаджеты какие-то виды деятельности кита вещества чтобы изменить свое состояние чтобы наоборот не задумываться о том что с ними происходит и почему чтобы говорить о зависимостях конечно мы должны понять какие они бывают они бывают химические когда используются какие-то вещества это наиболее известные наркомании токсикомания и нехимические иногда их называют поведенческими психологическими это зависимости от интернета от гаджетов от игр может быть зависимости сбегания например когда человек боится близких теплых отношений и боится сближения с людьми может быть аддикция по отношению к фитнесу например к занятиям физкультурой на может быть зависимость отношений и может быть даже зависимость от публичных выступлений публичных публичного внимания так называемая артистическая зависимость между ними находится промежуточная форма в которой сочетаются как биохимические процессы так и поведенческие шаблоны это пищевая зависимость так как сегодня у нас была заявлена тема именно химических зависимости наркомания алкоголизма на табакокурение немного больше времени посвятим мы обратим больше внимания именно на них чтобы понимать и знать так сказать врага в лицо надо четко понимать и и что какие его основные характеристики так вот наркомания это заболевание которое связано именно с употреблением каких-то веществ лекарственных и нелекарственных но главное это то что они отнесены законодательными актами к списку наркотических веществ то есть веществ которые способны вызвать состояние эйфории то есть тех веществ при которых достаточно быстро формируется психическая физическая зависимость изменяется толерантность когда все большие дозировки требуются для того чтобы получить желательный для зависимого эффект нужно сказать что самая большая опасность употребления наркотических препаратов в том что человек совершенно не замечает изменений которые с ним происходят а изменения эти всегда шаблонные из личности которая имеет свои особенности индивидуальность человек превращается в абсолютно такую стереотипную личность и внешне и по внутреннему содержанию то есть уходят высшие чувства уходят способность сопереживать уходят высшие потребности в любви в альтруистические какие-то потребности какие-то моменты связанные с духовностью и постепенно человек деградирует то есть происходит морально-нравственная этическая деградация при этом конечно же ухудшаются все когнитивные функции это интеллект память внимание человека развиваются такие признаки которые мы называем органическим поражением мозга это энцефалопатия это дефект то есть дефект это некое выпадение функции которая невозможно восстановить даже путем длительного лечения и наверное самое страшное в том что на сегодняшний день существуют синтетически наркотические вещества которые очень быстро практически от однократного применения вызывают сильнейшие зависимости вызывают тяжелейший психические расстройства которые похожи на шизофрению например шизофреноподобные психозы вызывают эпилептические припадки вызывают изменения очень быстрые личностные, и опасность их трудно переоценить. А, к сожалению, лечение очень длительное и очень сложно предсказать, насколько сможет восстановиться человек, или он все-таки останется в этом состоянии такой примитивной личности, которую интересует, в общем-то, поесть, поспать, и больше никаких интересов в жизни нет. Токсикомании. Это совокупность также болезненных состояний, которые характеризуются влечением и привыканием к приему веществ, которые не отнесены к наркотическим согласно государственному списку контролируемых веществ и международным договорам. Но от этого это не менее опасное состояние, потому что также характеризуется оно хронической интоксикацией, также происходит формирование психической и физической зависимости. Из наиболее известных заболеваний, отнесенных к этой группе, это алкоголизм или этилизм, то есть это вид токсикомании, который связан с систематическим злоупотреблением, это нолом, который в дозах, которые вызывают алкогольное опьянение и хроническую интоксикацию, это кофеинизм, когда человек длительно злоупотребляет кофеином, либо в чистом виде, либо в составе различных продуктов. И это, конечно же, никотинизм, и мне хотелось, то есть табакокурение и употребление никотин, содержащих веществ. И мне хотелось бы на этом остановиться подробно, потому что, чуть более подробно, скажем так, потому что алкалоид никотин, это очень сильный нейротропный яд, то есть нейротоксин, и его хроническая интоксикация, то есть хроническое отравление, не менее опасно. А на сегодняшний день, кроме табакокурения, кроме привычных форм зависимости, появились так называемые снюсы, то есть это такие, скажем, жевательные смеси, риск которых часто недооценивается, потому что их продают под видом каких-то конфеток, часто в магазинах, в которых рядом соседствуют товары пищевой промышленности, создавая этим у людей ощущение, что это нечто совершенно безопасное. Подумаешь какие-то, что-то типа чуть ли не конфеток, пожевал, кажется, что это не опасно, можно всегда выплюнуть, если не понравится, но тем не менее, это очень опасные вещества, которые содержат никотина в десятки раз больше, чем в сигаретах. Кроме того, совершенно непонятен их состав. По разным данным туда может добавляться все, что угодно. Например, какие-то ядовитые растения, дурман, белина, полынь, жженая кора дуба, зола. Совершенно какие-то непонятные добавки в описаниях встречаются, такие как верблюжий кизяк, куриный помет. То есть очень часто, к сожалению, например, дети, подростки, молодежь, недооценивают опасность этих веществ. И самое главное, это то, что у человека формируется привычка. Привычка каким-то образом изменять свое состояние за счет искусственно принимаемого извне вещества. В данном случае, например, снюса. Человек привыкает к этому, у него сформирован, становится такой вот шаблон поведенческий. Если плохо, прими что-то внешнее. И он начинает, так сказать, потом искать более уже сильно действующие вещества и втягивается в аддиктивный процесс. Есть данные, что в течение четырех лет после начала курения, приема снюсов, люди в дальнейшем так или иначе начинают более легко относиться к психоактивным веществам. А многие даже начинают употреблять более сильно действующие вещества. То есть опасность снюсов еще и в том, что очень часто возникают психические расстройства. Вплоть до психозов, вплоть до эпилептоидных приступов. То есть, несмотря на, казалось бы, вот такой формат, который воспринимается более спокойно, визуально, это не менее опасные вещества. Таким образом, когда мы говорим о психоактивных веществах, мы говорим, что это может быть любое химическое соединение или их смесь естественного или искусственного происхождения, которое способно вызвать зависимость от него. Таким образом, когда мы говорим о психоактивных веществах, мы объединяем под этим термином все субстанции химические, которые могут вызывать зависимость. Это наркотические вещества, их оборот жестко контролируется. Это психотропные вещества, их оборот также жестко контролируется. Но это и те вещества, которые могут легально производиться и распространяться. Это алкоголь, это никотин, это лекарственные препараты. Почему же так легко, собственно говоря, люди подпадают под влияние этих психоактивных веществ? Потому что они вызывают приподнятое настроение, состояние безмятежности, беспечности. Жизнь кажется легкой, все ситуации преодолимыми. Появляется состояние благодушия и, конечно же, появляется желание у такого человека повторить это состояние. Но, к сожалению, эйфория это не только все перечисленное, но и ряд определенных физических, соматических ощущений, ряд изменений мышления, восприятия. И может сопровождаться и нарушениями сознания различной степени. Каким образом происходит формирование зависимости? Появляется физическая зависимость сначала. То есть, что делает вещество психоактивное? Вот это психоактивное вещество, оно как бы встраивается в нормальные физиологические процессы организма. У нас должно быть постоянство внутренней среды организма. Определенный баланс биологически активных веществ, минералов, гормонов и так далее. И когда наркотическое вещество встраивается вот в эти обменные процессы, сначала оно воспринимается как чужеродный организм, дает на него реакции в зависимости от вещества. Это может быть подъем, давление, падение, давление, учащение, сердцебиение, дыхание, урежение и так далее. Но в дальнейшем, при постоянном приеме, это вещество как бы становится необходимым элементом обмена веществ человека. Конечно же, это в кавычках необходимый элемент, но тем не менее, организм при отсутствии этого вещества дает какие-то физиологические, то есть физические ощущения, какие-то психические ощущения, негативные, которые заставляют человека снова принимать вещества. Собственно говоря, эти нарушения обозначаются как синдром отмены или абстинентный синдром, или синдром лишения. И они существенно облегчаются именно новым приемом психоактивного вещества. Но что, конечно же, не осознают в момент приема психоактивных веществ зависимые люди? Они не понимают, какой ужас их ожидает в дальнейшем. На начальных этапах наркотизации они ощущают только те эффекты психоактивного вещества, те желательные эффекты, ради которых они, собственно говоря, их принимают. Кто-то, кто хочет успокоиться, действительно успокаивается, например, при приеме алкоголя. Кто-то, кто хочет взбодриться и стать более контактным, также что-то принимает, соответственно. Но в дальнейшем, рано или поздно, при современных психоактивных веществах это рано, это достаточно быстро, просто очень быстро может происходить, желательные ощущения прекращают появляться. И наоборот, когда человек постоянно принимает психоактивные вещества, наблюдается только небольшое такое вот сглаживание вот этого дискомфорта, небольшое уменьшение субъективных таких вот собственных ощущений тягостных, неприятных ощущений вот этого синдрома отмены. А вот желательных, приятных эффектов, ради которых человек-то и принимал эти психоактивные вещества, уже не появляется. И как бы человек не повышал тузы веществ, эффектов не возникает. Это один из моментов, который приводит в дальнейшем к поле наркомании, когда человек начинает смешивать разные вещества, наркотические, так, токсические, с тем, чтобы усилить необходимые ощущения. Но, к сожалению, это приводит чаще всего только к более быстрой деградации и к более быстрым физическим заболеваниям. Поражается сердце, поражается пищеварительный тракт, печень, легкие, в зависимости от того, какое вещество человек принимает. И, конечно же, очень часто возникают психические расстройства, тяжелые психозы, которые в дальнейшем могут хронизироваться и приобретать течение длительного текущего психического расстройства. Например, депрессивных состояний, маниакальных состояний. То есть, либо пониженное настроение, либо неадекватно повышенное настроение, когда человек не оценивает риски. Либо шизофреноподобные психозы, то есть психозы, похожие на шизофренические расстройства. То есть, у человека начинает, так сказать, происходить адаптация организма к психоактивным веществам. И постепенно реакция на прием привычных дозировок наркотических веществ снижается. Поэтому получается, что человек вынужден постоянно повышать дозу. А толерантность при этом растет. То есть, воздействие психоактивного вещества на организм снижается. Организм человека зависимого способен переносить дозы наркотических веществ существенно выше тех, которые вообще может, не знаю, каким-то образом на здорового человека воздействовать терпимо. То есть, это могут быть дозы, которые нередко для здоровых независимых людей просто могут оказаться смертельными. При этом росту толерантности вот этой вот переносимости веществ психоактивных сопутствует подавление защитных реакций. То есть, пропадает тошнота, пропадает рвота, кашель, головокружение, потливость. Все эти явления постепенно нивелируются. И происходит то, что называется изменением толерантности при употреблении психоактивных веществ. А именно, сначала мы видим, как человек, принимая все больше и больше дозы, достигает более сильных эффектов. Но потом, рано или поздно, он обязательно достигает того, что называется плата толерантности. Когда дальнейшее увеличение дозы не вызывает эйфории. И самое главное, что в этот момент вообще возможна передозировка и летальный исход. То есть, человек может умереть, не рассчитав возможную дозу, которую он может перенести. При этом, после того, как заканчивается вот этот период, когда организм держит плата, толерантность даже снижается. Потому что человек просто не может переносить уже вот эти дозировки высокие, которые он употреблял ранее. И здесь передозировки и смертельные исходы еще более возможны. И, конечно же, далее происходит формирование аддиктивной личности. То есть, аддиктивная личность – это такое понятие, которое объединяет как предрасположенность к возникновению зависимости, так и сформированную личность зависимую. Когда мы говорим об аддиктивной личности, мы говорим о том, что это личность, которая изначально имела какой-то конкретный набор личностных качеств, предрасполагающий к формированию зависимости. То есть, этот набор особенностей личности делает человека как бы более восприимчивым к развитию зависимости. Чтобы сказать о том, какие особенности аддиктивного поведения описываются, чаще всего выделяют пять таких взаимосвязанных моментов. Это поведенческие шаблоны, то есть стереотипы, какие-то поведенческие привычки, навязчивости, расстройство контроля над побуждениями, то есть над какими-то желаниями человек не может их контролировать, и физическую зависимость. Такая личность очень часто переходит от одной зависимости к другой. Как в известной такой юмористке говорили, что бросил пить, начал курить, бросил курить, начал играть в карты и так далее. Выделяют еще такие важные моменты у аддиктивной личности, у так называемой приалкогольной личности или наркоманической личности, как аструктурная личность. Это та личность, у которой мало дифференцированных структурой потребностей. То есть у этой личности отсутствуют какие-то интересы в сфере культуры, в какой-то социально-позитивной деятельности, в каком-то социально-позитивном имидже. И это такое понятие, как дефинзивность. То есть это человек, который выглядит как бы слабым, но на самом деле очень стойко, защищающий вот такую свою позицию, не быть агрессивным, не командовать, углубиться в себя. Он выглядит несколько инертным, он кажется очень таким эмоционально вязким, то есть он застревает очень долго в каком-то эмоциональном состоянии, и не может из него выйти. Он такой меланхоличный обычно, тревожный, мнительный, стеснительный. Но тем не менее он очень так стойк в каких-то своих убеждениях и, например, отношении к какому-то людям. То есть если он, например, по отношению к кому-то занял какую-то позицию, считая, что вот этот человек именно такой, то даже если человек проявляет себя по-другому, он будет считать, что нет. Вот у меня есть уже мнение на этот счет. И его мнение очень сложно изменить. Конечно, очень такой опасный феномен эксцессивных эмоций жажды, то есть жажды гиперсильных ощущений, не просто сильных, а острейших, и побуждения к риску. То есть когда это еще сочетается с употреблением психоактивных веществ, это, конечно, всегда приводит к каким-то социально опасным действиям. Это приводит, может, например, к управлению машиной в нетрезвом состоянии и авариям. Это может приводить к тому, что недооцениваются риски, и человек, например, своими детьми рискует. Это может приводить к тому, что человек делает какие-то противоправные действия, агрессивно себя проявляет как-то. Конечно же, такие личности никогда не признают свою вину, всегда стремятся уйти от ответственности. Но что же с этим делать? Не хотелось бы оставлять только тему сегодня вредного воздействия психоактивных веществ, зависимости. Хотелось бы все-таки сосредоточиться еще над тем, а как же все-таки не попасть в капкан зависимости в современном обществе. Вы знаете, я хочу, так как эта тема очень обширная, попытаться, наверное, выделить основные моменты, те, которые может человек сделать сам. Либо максимум обратиться за помощью к специально обученным людям, которые помогут ему в этом. Но если он захочет, он может начать и двигаться по этому пути сам. Но для этого мы должны понять, что мы на самом деле такие вот химические электрические системы. И мы всегда находимся в поиске ощущений, чтобы еще почувствовать, чтобы еще испытать в этой жизни. Собственно говоря, эмоции и чувства – это самое главное, что мы делаем в этой жизни. Все, что мы делаем, мы делаем ради того, чтобы испытать какие-то определенные эмоционально-чувственные ощущения. За каждой нашей реакцией стоит какой-то выброс химических определенных биологически активных веществ. Каждая эмоция, к которой мы стремимся, в основном неосознанно, она, в свою очередь, является проявлением удовлетворения или, наоборот, невозможность удовлетворения какой-то очень важной для нас потребности. Ну, например, страх нередко у человека возникает тогда, когда кто-то нарушает его потребность в безопасности. Гнев, когда кто-то нарушает его потребность в уважении. Поэтому мы и говорим, что зависимость – это такой вот способ испытать необходимые на данный момент эмоции и чувства, но без значительных своих усилий. То есть, собственно говоря, зависимость, она коварно одолевает тех, кто не хочет сам разобраться с собой, со своими чувствами, со своими эмоциями и сделать что-то для того, чтобы достичь желаемого самостоятельно. Часто зависимость называют болезнью замороженных чувств и эмоций. Очень характерно это описано в сказке про снежную королеву, когда Кай сидел и складывал слово «вечность» из ледышечек. И ничего его не волновало. Не то, как страдают его близкие, бабушка и Герда. Ничто ему было неинтересно. Вот такое замороженное сердце обычно и имеется у зависимого. А его близкие пытаются его каким-то образом разморозить, помочь ему оттаять. Но какие же способы есть для того, чтобы в общем-то самому не допустить попадания в капкан зависимости? Один из самых первых шагов – это осознанность. Да-да, вот та самая пресловутая осознанность, о которой вы, наверное, не раз слышали. Но постарайтесь максимально все, что вы делаете в жизни, делать внимательно. Сокращайте свои автоматические действия в привычной, в повседневной жизни. Чтобы проиллюстрировать один из моментов, я хочу показать первый фрагмент видео. В этом фрагменте я хотела бы, чтобы вы обратили внимание на то, что молодой человек не заметил то, к чему он не привык. Он привык, что пики всегда черные, червы всегда красные, и был абсолютно уверен в том, что правильно прошел испытание. Так и в жизни. Мы часто, привыкнув в семье, в школе, среди друзей, к определенным поведенческим, эмоциональным шаблонам, привычкам, не замечаем чего-то самого главного, неправильно что-то интерпретируем, потому что не останавливаемся и не задумываемся об этом. Очень многое проскакиваем, действуя автоматически, привычно. И только внимательность, осознанность, уменьшение автоматических действий, мысли о выборе помогают человеку сделать правильные выводы из того, что он видит. Второй волшебный ключик к тому, чтобы защититься от попадания в сети, в паутину зависимости, это познание себя. Вы знаете, кажется, что это такие, как бы общие слова, но на самом деле это один из важнейших процессов, а может быть даже самый главный процесс в вашей жизни. Я попрошу вас прямо сейчас, задайте себе и мысленно ответьте на вопрос, кто я. Постарайтесь ответить одним словом, куда я иду. Постарайтесь тоже ответить одним словом, Зачем? Если вы будете периодически задавать себе эти три простых вопроса, прислушиваться к себе, а действительно ли я хочу именно этого, а действительно мне не нравится то, что я делаю сейчас, а что бы я хотел на самом деле, если вы будете посвящать время тому, чтобы анализировать то, что происходит с вами в жизни, останавливаться, если вы будете вспоминать о том, о чем вы мечтаете, но не пассивно, когда в мечты уходят, как в уход от реальности, когда фантазии это не более чем времяпрепровождение пустое, которое никогда не становится целью и никогда не притворяется в реальность. Вот именно так мечтают обычные личности зависимые. А личности, которые реализуют себя в жизни, сильные личности мечтают так, чтобы трансформировать реальность, чтобы изменить реальность и чтобы мечта стала правдой жизни этого человека. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам обязательно нужно делать то, что вы никогда не делали. То есть очень важно, познавая себя, дальше предпринимать шаги, чтобы действительно менять что-то в своей жизни. Следующий волшебный ключик это саморегуляция. Казалось бы, такое вот какое-то слово, которое вроде бы очень специфический термин для специалистов. Нет, на самом деле именно саморегуляция это важнейший компонент для тех, кто прошел первые два шага, кто осознанно живет, кто изучает себя. Следующий шаг, очень важный, без которого предыдущие шаги не приведут к успеху, это научиться управлять собой самостоятельно. По-настоящему стать хозяином своих мыслей, чувств, эмоций, действий. То есть стать управленцем самому себе. Я попрошу показать второй фрагмент видео нашего. Друзья, что я хотела показать данным фрагментом? Я хотела показать, что профессор в известном фильме «Люди Икс» помогал каждому понять себя и найти то в себе, что он не замечал, не осознавал. Например, не через злость достигать успеха, а через доброту. Не тратить, как девушка, все силы на имидж, чтобы общество ее приняло. А сначала принять самой себя, чтобы почувствовать, какие механизмы помогают достигнуть. Например, когда он оказал доверие парню, то точно попал в цель. А кого-то иногда нужно и подтолкнуть, как это было с мальчиком, который полетел. То есть очень важно научиться, поняв себя, далее управлять собой. через наиболее эффективные механизмы лично для вас. И, конечно, последний волшебный ключик – это саморазвитие. Понимаете, примитивная личность имеет скудный спектр удовольствий. ее эмоциональное питание очень примитивно, очень грубое. А многогранная личность, она такой эмоциональный гурман. И ей не нужны суррогаты в виде каких-то искусственных извне получаемых веществ психоактивных. она находит удовольствие в этой жизни, тонкие удовольствия, разнообразные удовольствия. И у нее нет необходимости для удовлетворения своих каких-то потребностей, эмоциональных состояний, использовать вот эти вот искусственные объекты. И завершая презентацию, я хочу сказать вам о том, что если вы не будете пытаться совершить что-то за пределами того, что вы уже знаете в совершенстве, вы никогда не будете расти. И счастье – это то, когда ты сам себя понимаешь и сам собой управляешь. Когда-то в фильме я услышала фразу, что счастье – это когда тебя понимают. Да, бесспорно, это счастье великое. Но не меньшее счастье и не менее важное счастье – это понимать самому себя и уметь управлять собой. И прощаясь, я хочу сказать, что будьте осторожны с этой информацией, потому что если вы начнете, ежедневно применять на практике знания, которые я вам даю, вы можете стать свободными и счастливыми. И даже на всю жизнь. Спасибо большое за внимание. Носите солнце в себе и озаряйте его других. И озаряйте им других. Спасибо. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо. 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 Спасибо.